Всем огромнейший приветик! С вами Алиса, и я охочусь на тебя. Серия седьмая. Играть. Глава седьмая. Дорогие родственники. Ты просила меня найти Марту, так вот её нигде нет. Похоже, она пропала. Ты рывком села на постели, ошалела, глядя на него. Стой, стой, стой. В смысле, пропала? В смысле, я не могу её найти. И у меня нет номера её телефона. Грубая ошибка, конечно. Мы были абсолютно уверены, что она никуда не денется из дома. У меня есть её номер си... О, чёрт. Телефон. Я выронила его, когда падала в колодец. Ты прикусила губу, глядя на темноту за окном. Нет, даже не думай. Ты никуда не пойдёшь в середине ночи. И никто не пойдёт. Это небезопасно. Помнишь, чем это закончилось в прошлый раз? Ты передёрнула плечами, вспомнив, как вывалилась из туннеля прямо на спящего Александра. Убедительно. Но что делать? Раздался стукой в дверь. Не успела ты открыть рта, как она распахнулась. Это уже становится плохой традицией. Ну так защёлки какие-то нужно ставить на двери. Я не сумел их подслушать, так что... О, привет, малыш Сэмми. Он внимательно осмотрел обстановку в комнате, прежде чем зайти. Какого чёрта ты вламываешься сюда без спроса? Я стучал. Александр, ты не мог бы сходить куда-нибудь в сторону Австралии, пожалуйста? Слушайте, ну Сэм меня удивляет с каждой серией прям очень круто. С такой геометрической прогрессией. Он совсем не такой, исходя из первого впечатления, которое он оказал. Милый мальчик. Он совсем не милый. А уверенный в себе мужчина. Только если ты пойдёшь со мной, пупсик. Идите куда угодно, только подальше от моей комнаты. Взгляд Александра остановился на шкатулке. Ладно, у меня здесь ещё есть дела. Ты не будешь открывать эту шкатулку без моего присутствия. Ты всё-таки рассказала ему. Они оба укоризненно уставились на тебя. Что? Я не смогла обмануть Сэма. И скажи мне, что это моя вина. Александр только вздохнул с притворной кротостью. Ладно, Агата, что с тебя взять? Скотина. Поддерживаю. Давайте закончим эту дискуссию и откроем шкатулку. Погоди, а Марта? А что с Мартой? Она пропала. Сэм нигде не может её найти. Может, кто-то наконец убил её за излишнее любопытство? Александр. Какой интересный выбор. А давайте выберем, лучше бы взялись за тебя. Я уже надоел тебе, Клеопатра. Ты молча бросила на него убийственный взгляд. Полюбовавшись на вашу перепалку, Сэм молча поднял шкатулку и принялся её рассматривать. Как она открывается? Великий детектив не решил эту загадку одним шевелением мозговой извилины. Твой сортирный юмор с каждым днём становится всё изощрённее. Это был комплимент или оскорбление? И то, и то. Кому-нибудь, кроме меня, интересно, что там внутри? Александр подошёл поближе. Ты тоже наклонилась. Я не вижу замочной скважины. Сэм повертел шкатулку, внимательно осматривая её со всех сторон. Всё верно, её нет. Значит, есть секретный механизм. Мужчины задумчиво уставились на загадочную шкатулку. Что делать? Прикольно. Давайте открыть её самой. Похоже, у вас нет необходимого опыта для этого выбора. Понятно. Это, видимо, логика нужна. Ладно, дать парням разобраться. Ты наблюдала за ними с нескрываемым интересом. Агата, твои предложения? А чего я? Вы же тут умные, талантливые мужчины. Решайте проблему. Приунывшие талантливые мужчины принялись тыкать в шкатулку пальцами со всех сторон. Я бы хотела это увидеть. Упрямое дерево не поддавалось. Первые пятнадцать минут ты сидела, потом легла. Потом потянулась, было за книжкой. Интересно, кто из них откроет? Ага. Что, открыли? Да, но я сам не понял, как мы это сделали. Вы такие сообразительные. Я в восторге. Тебе ответили два мрачных взгляда с легким намеком на угрозу. Ну что там? Фотография УЗИ? А, интересно. УЗИ. Ну вообще, я не разбираюсь, каких это органов УЗИ. Ну, удивиться. Да, у меня действительно точно такое же ощущение. Удивиться. Это УЗИ беременности? Серьезно? Вы с Сэмом обменялись взглядами, полными недоумения. Несколько секунд ты рассматривала картинку, а потом тебя продрала сознанием. Ребята, тут имя тетушки, вот здесь. Твой дрожащий палец уперся в верхнюю строку подписи. А Нэт была беременна? Невозможно. Эксперт бы об этом узнал. Какая дата на УЗИ? Уголок оторван. Вы втроем притихли, обдумывая все, что это могло означать. То есть, это делает главным подозреваемым? Ну, логичнее всего, что Фредерик. Если тетушка была беременна от него, а он не хотел ребенка... Александр покачал головой. Это было бы странно. Он не женат, у него нет детей. Он бы хотел наследника. Агата, я понимаю, что тебе хочется это отрицать, но... Ты сглотнула, чувствуя липкий ужас, подступающий к горлу. Это делает тебя главной подозреваемой. Но это чушь какая-то. Не может этого быть. Наш эксперт обязательно узнал бы, что она была беременна. А может, это говорит нам о том, что она была раньше беременна. И помните, там в завещании было сказано про других наследников. Может, у нее есть какой-то скрытый ребенок? Вот это да! Не может быть, чтобы он упустил такую важную деталь. Ты можешь связаться с ним сейчас? Сейчас нет, надо дождаться утра. Отлично. Агата устала, ей стоило бы выспаться и поесть. Я не хочу есть! Мужчина недовольно поджал губы, но спорить не стал. Я доложу обо всем Гудману. Утром будем искать Марту, твой телефон и выход из ситуации. Он ласково положил ладонь тебе на затылок, притянул ближе. Не бойся, все образуется. Я верю, я знаю, что ты этого не делала. Александр кошлянул, плечом оттиряя тебя от полицейского. Разумеется, образуется, но для начала девушке надо поспать. Какой ты заботливый, Сашка! Его губы мягко коснулись твоего виска. Запри дверь как следует и постарайся уснуть, хорошо? Ты вымученно кивнула, и парни вышли, оставив тебя наедине с темнотой и своими мыслями. Это настолько неожиданная находка, я прям ее с трудом могу осознать. Разлепив глаза, ты некоторое время лежала без движения, глядя в окно. Потом, собравшись с духом, выбралась из постели и подползла к шкафу. Ладно, неудачи неудачами, а выглядеть надо хорошо. Весеннее платье, боже, какая красота! Очень красиво! Такое нежное платье бабочка. Ну нет. Конечно, похоже на бабочку, но какое-то оно слишком тяжелое. Ну, тут даже думать нечего. Хорошо бы и волосы привести в порядок. Косы как-то очень часто в этой игре бывают довольно неудачными. Именно в месте, где они совмещаются с головой. Сама прическа бывает ничего, но вот какие-то куски вот лба, щеки настолько либо торчат, либо недозакрыты. Поэтому очень красиво, но если бы был другой цвет, реально шикарно. Высокий хвост. Давайте возьмем это, наверное, сложные локоны. Она такая нежная стала, обалдеть просто. Отлично! А теперь надо найти Сэма и Александра. Твой желудок издал жалобный вой, заставив тебя слегка вздрогнуть. Ладно, ладно, убедил. Сначала позавтракаем. Постойте, Марты нет, значит и завтрака нет. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Сама приготовлю. С легким внутренним содроганием ты двинулась на кухню. Вопреки ожиданиям, кухня встретила тебя аппетитными ароматами. Вообще очень странно, в таком особняке, где много прислуги, должен быть, ну как минимум, дворецкий, который всем заведует, так скажем. У которого точно есть телефоны всех сотрудников, и который контролирует их присутствие на работе. А тут как-то Марты нет, и все, и еды нет. Такого бы точно в жизни не было. О, переоделась. Доброе утро, Соня. А я уже думала идти тебя будить. А, о, ты готовишь завтрак. Не зря я тебя пустила к себе. Отлично. Я люблю готовить. Мне не сложно. Садись, пока омлет не остыл. Ты села и настороженно понюхала поставленное перед тобой блюдо. Пахло более чем съедобно. Ты ковырнула омлет вилкой, положила кусочек в рот. Ох, это я такая голодная, или она гений готовки? Ну как? Ну, это божественно. Я готова просить добавки уже сейчас. Рэйчел рассмеялась и чуточку покраснела от удовольствия. Ты налегла на завтрак, бурча от удовольствия. Потом вдруг вспомнила. А Сэм и Александр уже проснулись, ты не знаешь? Они уже поели и убежали искать пропавшую девочку. Найдут они ее или нет? Мне нужен мой телефон. Рэйчел, не хочешь прогуляться со мной? Девушка помедлила пару секунд, потом кивнула. Ты даже не спросишь куда? Я доверюсь тебе. Ты решительно встала и кивнула на дверь. До самой церкви вышли молча. При виде церкви Рэйчел оживилась. Какое красивое здание! Ты скептически оглядела полуразрушенные стены. Я бы не назвала его очень красивым. Меня вообще от этого места теперь в дрожь бросает. Я выросла при похожей церкви. Это напоминает мне дом детства. Ты навострила уши, одновременно стараясь не выдать заинтересованность. Так ты что-то вроде монахини? Рэйчел молча пустила взгляд на свое декольте, а потом расхохоталась. Ты не удержалась, тоже захихикала. Ладно, я поняла, дурацкий вопрос. Можешь задать любой другой. Я знаю, что тебе хочется. Ммм, скажи мне. Ммм. Что ты хочешь от Александра? Я ничего от него не хочу. Я просто... Она остановила сама себя, тихо усмехнулась, опуская лицо. Хотя кого я обманываю? Александр мне нравится. Нет, намного больше, чем нравится. Но он никогда не испытывал ко мне того, что я испытываю к нему. Он даже сбежал из Швеции, чтобы спрятаться от меня. Она прикусила губу, не глядя на тебя. Даже не знаю, как на это реагировать. Ммм, интересно. Давайте утешим девушку. Утешить ее объятиями. Ты сочувственно нахмурила лоб и распахнула объятия. Александр, придурок! Тебе не из-за чего расстраиваться. Но такая в мыслях. Мой придурок. Поколебавшись пару секунд, Рейчел придвинулась ближе. Ты обняла ее и слегка покачала, как ребенка. Думаешь, мне пора отпустить его? Откуда я знаю? Это только тебе решать. Но в любом случае, ты не должна позволять ему втаптывать тебя в грязь. Гоняться за ним по странам, это как-то не солидно. Я идиотка. Немножко. Все девушки бывают идиотками. Рейчел кивнула, судорожно выдыхая, и положила голову тебе на плечо. Ее крепкие руки обвились вокруг твоей талии. Спасибо. Может, это и ерунда, но спасибо за поддержку. Ты еще немного подержала ее в объятиях, а потом отстранилась. Всегда готова помочь хорошенькой девушке. Оглянувшись по сторонам, Рейчел неуверенно протянула. Так, а мы пришли сюда за... О, точно! Ты быстро пошарила вокруг колодца и почти сразу наткнулась на свой телефон. Сел? Ну ладно, этого стоило ждать. Пойдем, зарядим его и позвоним Марте. Рейчел устало вдохнула, но без возражений поплелась за тобой обратно. На подходе к дому ты увидела яростно спорящих Александра и Сэма. Это же нормальное для них состояние. Они, по-моему, постоянно только и делают, что спорят. Ой, какие же они смешные. А почему просто ругаетесь? Могли бы уже и подраться. Ай, не говори, Агата. И тебе доброе утро, Золотко. Александр, ты прекрасно выглядишь, кстати. Ой, смотрите, у него на рубашке... Обалдеть! Вот справа, если мы смотрим, с правой стороны крылья. Как у ребят на форме в Секрете Небес было... Крылоборство. Обалдеть! Вот это пасхалка, наверное. Добрые дамы. Ух, спасибо вам большое. А, вторых, круто. Мы все надеяли, что Сэму поменяют прическу. Какой-то он был слишком зализанный. Совсем другое дело. Вау. Ну, правда, он здесь похож на подростка немножко. Сэм, а что у тебя с головой? У меня гель для укладки кончился. Сейчас поедем в город. Куплю. Нет, не надо, я его потом выброшу. Нет, нет, в смысле, не надо. Тебе и так очень хорошо. Сэм хмыкнул и украткой глянул в боковое зеркало твоей машины. Так, что вы ругаетесь-то? Малыш Сэмми имеет что-то против того, чтобы я садился за руль. Ну, это его фишка такая, принцип. Я не доверяю придуркам за рулем. Сэм, а ты хоть кому-то доверяешь? Да, тем, кто вообще не садится за руль. Логично. Я-то думала, он сексист, а он просто параноик. Оставить спор за мою машину. За руль сяду я. Ты похлопала себя по карманам и не обнаружила в них ключей от машины. Так, кто из вас увел у меня ключи? Я. Ты протянула руку и мужчина, пожав плечами, послушно положил ключи на твою ладонь. Агата, ты помнишь, чем в прошлый раз закончилось твое упрямство? На этот раз мы никого не преследуем и за нами никто не гонится. И ты хлопнула водительской дверью прямо перед носом у Сэма. Только выехав на трассу, ты поняла, что не знаешь, куда едешь. А мы, собственно, куда? В потеле Бридж поговорить с родителями Марты. Я нашла свой телефон, кстати. Можем позвонить ей. Не переживай, мы уже пытались. Она не берет трубку. А Марта, это точно первостепенная задача? Вообще-то... Да, первостепенная. Если исчезновение Марты как-то связано с убийцей, то мы обязаны ее найти. Сэм одобрительно кивнул с заднего. Марта, лишь бы ты была еще жива. Дура ты, любопытная. Ты придавила педаль газа, подгоняя машину в сторону города. Десятиминутные попытки прорваться в дом родителей Марты окончились ничем. Может, вломимся в дом? Ты думаешь, Марта там? Это незаконно. Когда мы лезли к часовщику, ты не возникал. Вы взломали дом часовщика? Магазин, если быть точнее. И не взломали, а просто проникли. Рэйчел почему-то укоризненно ввоззорилась на Александра. Твоя идея, да? Не поверишь, ее. Он невоспитанно ткнул в тебя пальцем, ты щелкнула зубами. Предатель. Может быть, но проблема все еще не решена. Я предлагаю зайти к садовнику. Во-первых, он дружит с родителями Марты. Во-вторых, я должна узнать, зачем тетушке нужен был лук в комнате. Никому эта идея не понравилась, поэтому приняли ее единогласно. Ты гордо провела свою маленькую команду по улицам города. Эдгар открыл дверь почти сразу, как будто ждал за порогом. Мисс Харрис не ожидал вас увидеть. Он такой бледный, наверное, уже узнал о смерти тетушки. Здравствуй, Эдгар. У меня к тебе разговор. Можно зайти? Садовник недоуменно осмотрел вашу компанию, но кивнул. Пока все рассаживались, ты вытащила из сумочки сохшую луковицу. Вместе с ней выскользнул и полетел на пол листок с УЗИ. Вежливый Эдгар наклонился, чтобы помочь тебе, и страшно побледнел. По его лицу пробежала гримаса ужаса. Его руки задрожали, взгляд начал метаться по комнате. Что с ним? Паническая атака. Тетушка говорила, что у него бывает. Отступив от тебя на пару шагов, Эдгар судорожно схватил со стола нож. Ну да, а еще она говорила, что он бывает агрессивным, когда пугается. Своевременная информация, прямо очень вовремя. Ничего, как-нибудь справлюсь. Это не должно быть слишком сложно. Что делать? Медленно говорить с ним. Ты начала дышать громко и неторопливо, глядя Эдгару прямо в глаза. Эдгар, все хорошо. Видишь, я здесь. Я с тобой. Я помогу тебе справиться со страхом, но тебе придется меня слушать. Мой голос, Эдгар. Ты слышишь мой голос? Трясущийся всем телом мужчина поднял на тебя полный ужасов взгляд. Кажется, действует. Хорошо, Эдгар. Дыши вместе со мной. Дыши. Ты глубоко вдохнула и выдохнула, показывая, как надо. Дрожащий, потеющий Эдгар вдохнул вместе с тобой, потом выдохнул. Несколько минут вы дышали вместе, а потом ты сделала уверенный шаг вперед. Теперь надо забрать у него нож. Эдгар резко дернулся, отшатываясь от тебя. Что делать? Так ударять нельзя. Погладить его по ладони. Ты неторопливо вытянула руку и прикоснулась пальцами к свободной ладони Эдгара. Садовник вздрогнул, но не отодвинулся. Взявшись за его ладонь, ты начала медленно массировать ее. Подушечки твоих пальцев ритмично разминали жесткие, напряженные мышцы морской ладони. Нож с тихим стуком свалился на пол. Эдгар слегка обмяк. Фух, можно выдохнуть. Я надеюсь, ничего страшного не случится. Нож это очень опасно. Успех! Ты сумела успокоить паническую атаку Эдгара. Фух! Ты усадила усталого садовника в кресло и нервно выдохнула. Вот и зашли на чай. Эдгар, вы в порядке? Тот кивнул, проводя ладонью по лицу. Вас напугало вот это? Он сел на корточке перед креслом, показывая Эдгару УЗИ. Александр, дай ему успокоиться. Нет, я... Я уже в порядке. И вижу, что вы все знаете. Мужчины тут же сделали умные лица, мол, да, знаем все, и от вас нужны только подробности. Садовник осторожно вынул УЗИ из руки Александра. Когда Аннет забеременела, я чуть не сошел с ума от счастья и горя. Ты с трудом проглотила вопль изумления. Сэм кинул на тебя суровый взгляд. Обалдеть! Вот это тетушка дает! Ее положение, ее муж, все было против нас. Но она никогда не шла на поводу обстоятельств. Она развелась, никому ничего не сказала, уехала в другую страну. И там родила моего сына. Его лицо перекосилось с гримасой боли, и он отложил чуть помятый листок. Подождите, так получается, у тетушки есть законный наследник? Ты вспомнила бесстрастное лицо нотариуса. Во-вторых, если в течение 60 дней, начиная с сегодняшнего, появится другой кровный наследник, он может оспорить завещание. Да, я это тоже сегодня вспоминала. Интересно, это грозит мне неприятностями? Почему? Так, вы никому не рассказали. Я любил ее, я думал, я защищаю ее. А еще я был обижен. Эта обида погнала меня в Афганистан. А потом было уже поздно. Он опустил взгляд на свои жесткие руки и вздохнул. Акула бизнеса, Аннет Сильвер Харрис и простой садовник Эдгар. Поворот, как в плохом детективном романе. Эдгар, а что насчет этого? Он выудил из твоей сумочки несчастную луковицу и сунул ее под нос садовнику. Эдгар криво усмехнулся. Нарциссиус Поэтикус. Ну, как-то так. Он гляделся в воду и утонул в реке любви к себе. Я дал это Аннет. Я думал, она поймет, но... Он покачал головой, бездумно сжимая луковицу в пальцах. Черт, такая улика и такой бесперспективняк. Ух и словечко, Урса, спасибо тебе. Где-то позади дома хлопнула дверь. Эдгар встрепенулся. Послушайте, мой Дилан, он не знает, кто его настоящая мать. Не говорите ему, я вас умоляю, молчите. Обалдеть! Это тот парень с забавной прической. Папа, я до. Юноша замер на пороге комнаты, с изумлением оглядывая собравшуюся компанию. Слушайте, ну как все друг другом связаны? Куда ни плюнь, это знает того, тот знает другого. О, и Элия, тебя еще не хватало здесь. Ты тоже какой-то брат или кто? Мистер Бостон, да у вас гости. Неловко. Ребята оттуда из-за смерти Аннет. Дилан посмотрел на тебя с неоднозначным выражением лица. Вы хотите уволить отца, да, из-за его приступов? Я и не думала об этом. Тетушка доверяла Эдгару, значит и я могу. Дилан удивленно вскинул брови и расслабился. Спасибо вам за доброту. Эдгар быстро и судорожно выдохнул, и Дилан тут же засуетился. Извинившись, он повел отца в спальню отдыхать. Чаю, господа. Нет, я думаю, нам пора. Он выразительно посмотрел на тебя, а потом на дверь. Я думаю... Сашка, ты там не спеши. Этот Эля тоже очень интересный. Нам стоит выпить чаю. Мужчина подмигнул и широко улыбнулся, жестом приглашая тебя в кухню. Александр возник между вами как чертик из табакерки. Спешим. Мы сейчас спешим. У тебя близкие отношения с Александром. Эля сделал полшага назад, но быстро взял себя в руки и лучезарно улыбнулся. Тогда в следующий раз, красавица. В следующий раз, зайчик, я приду к тебе один. И пока Эля переваривал это беспрецедентное заявление, Алекс потащил тебя на выход. Боже, это просто бомба. Оказавшись на улице, вы все крепко задумались. У тебя появился двоюродный братик. Ты рада? Безумно. По крайней мере, мы узнали, что тетушка не была беременна в момент... Ты осеклась, запнулась, потом резко вздохнула и продолжила. Смерти. Мы и так это знали. Эксперт сказал, что она не могла быть беременна. Эксперты тоже ошибаются. Ты автоматически похлопала себя по карману. Где опять мой телефон? в машине на банке питания. Ты поставил мой телефон на зарядку? Кто-то же из нас должен думать головой. Ты злобно фыркнула и направилась к машине. Телефон включился без проблем. Ты тут же жадно набросилась на уведомление. Спам, спам, о, новый видосик от темми, спам. Ух ты, а что это? Ну, я не буду врать, я видела эту картинку уже и поздравила темми, что Урса таким образом передала ей приветик. Анечка, тебе большой привет, я, кстати, тоже на нее подписана. Ты вслушалась в аудио сообщение и по твоей спине побежали мурашки. Ребята, идите сюда. Когда все собрались вокруг тебя, ты включила сообщение еще раз. Агата, я в... Он запер меня, он... Я тут. Помоги, пожалуйста, господи, мне так... Затем раздалось шуршание и сообщение оборвалось. Вы смотрели друг на друга во все глаза. Она... Ее похитили? Сообщение пришло сегодня утром. Она еще жива, скорее всего. Звук смазан, я не могу разобрать локацию. Я тоже, черт, может отвезти эксперта. А сами пока чай попьем, да? Ее надо найти сейчас. Да, чем дольше мы тянем, тем меньше шансов найти ее. Ты прижала пальцы к вискам, напряженно размышляя. Давайте представим себя на месте преступника. А, я так и знала, путь интуиции пойдет. Это как, помните, вор. Представим себя как воры. Какое самое удобное место для содержания заложника? Как насчет... Дом нет, подвал... Заброшенной церкви? Это очень оригинальный вариант. Там никто не гуляет, церковь большая. Да, думаю, этот вариант стоит проверить. Александр тоже утвердительно кивнул и полез на водительское. Ты схватила его за ворот и оттащила назад. Тогда поехали, и я за рулем. Когда вы наконец добрались до нужного места, ты успела запыхаться и изрядно струсить. К счастью, теперь тебя сопровождала пара крепких мужчин. Ничего не случится, все будет хорошо. На дрожащих ногах ты подошла к двери церкви и заглянула внутрь. У дальней стены под самым алтарем сидела Марта. Ты почувствовала такое облегчение, что пол слегка зашатался под ногами. Марта, черт тебя дери, как ты умудрилась оказаться в такой ситуации. Ты рванулась к девушке, потрепанная и заплаканная, в остальном она выглядела невредимой. Ух ты, какая лохматенькая. Я сказала ему, что я все знаю, я видела его в коридоре той ночью, я видела его, а потом зашла в спальню, а там вы. Что ты несешь, Марта? Успокойся. Там были вы, но убил он, я клянусь. Кто он? Фредерик, это он убил Аннет, он связал меня здесь. Ты брешишь, Марта. девушка залилась горячими слезами, а Александр схватил ее за шиворот. Как ты смогла отправить голосовое? Блин, реально. Как ты добралась до своего телефона? Александр, остынь, она же в шоке. Он даже не повернул к тебе головы, продолжая сверлить служанку взглядом. Он отобрал потом, телефон был в кармане, я позвонила, а Агата не взяла трубку. И я отправила голосовое, а он заметил. Он отобрал телефон и ушел, бросил меня тут. Александр вскочил на ноги и решительно двинулся на выход. Ты куда? Поговорить с Фредериком. А ну стоять, придурок! Сэм кинулся вслед за Александром. Ты заметалась у алтаря. Рэйчел, ты можешь позаботиться о Марте? Да, конечно. Если что, звони Сэму. Ты вскочила и побежала за мужчинами. Когда вы втроем ворвались в гостиную, Александр еще был в бешенстве. «Да стой ты, ненормальный!» Ты переступила порог и сразу налетела на его спину. Выглянув из-за его спины, ты встретилась с глазами с недоуменным взглядом Чарльза. «Добрый день!» «Добрый! Дядюшка, вы не видели Фредерика?» Выражение его лица резко изменилось, глаза забегали по сторонам. «Идите за мной, быстренько!» Опасливо переглянувшись, вы втроем двинулись вслед за ним. Суетливо пройдясь по кабинету, Чарльз бухнулся на стул для посетителей. «Расскажи мне, родная, что случилось?» «Марта пропала вчера вечером. Мы нашли ее двадцать минут назад. Она говорит, она говорит, что ее похитил Фредерик». «Фредерик, значит, и где она?» «В заброшенной церкви у колодца. Дядюшка, где Фредерик?» Чарльз поерзал в кресле, а потом его лицо вдруг стало каким-то злым. «Агата, скажи мне, зачем ты похитила Марту?» «Ты вздрогнула и уставилась на него». «Я что? В смысле?» «Ты похитила Марту, потому что она обвинила тебя в убийстве Аннет?» «Дядюшка, высвихнулись?» «Комиссар, они угрожают мне!» дверь с треском распахнулась и на пороге возник импозантный молодой человек. Да, усище у него как у Эркюля Пуаро. «Мисс Харрис, вы обвиняетесь в похищении служанки и убийстве Аннет Сильвер Харрис. Я здесь, чтобы арестовать вас». «Алло, это конец? Где Гудман? Вообще, что происходит? Где Сэм делся?» «Это знаете, как в прошлой обнове мы все решили, что Фредерик виноват?» «Похоже, что не он, а Чарльз?» «Опять миллион теорий появляется в голове после этих трех серий». «Ух, страшно немножко за нашу Агату». «Но я уверена, что все будет в порядке. По крайней мере, с такими деньгами она может выйти под залог и продолжать свое расследование». «Ах, обалденное обновление, класс!» «Как всегда, с нетерпением ждем продолжения». Друзья, пишите ваши впечатления обязательно в комментариях. Плейлист этой истории, как всегда, в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока! Пока-пока! Пока! Пока! Пока!